И снова. Здравствуйте. Дождь. Это должен быть последний дождь этой недели и потом уже дождя не будет. Вроде как должно быть периодически солнце. Я уже жду, потому что... Потому что жду. Утром с Полинкой видео не снимала, потому что рук не хватает. В одни руки зонтик, в другой мой чемоданчик, поле-моти-бокс. Еще, может быть, что-то с собой беру. В общем, не снимаю. Я тут немножко в шоке посмотрела до декабря месяца, когда садится солнце в Винни-Пеге. Что я вам могу сказать? Или 3-го или 9-го декабря, точно не помню. Садится солнце в 16.29, поле-моти-бокс, выжить она. А встает на сейчас 8 часов. В общем, в декабре забыла, когда встает солнце, но ночью будет 16 чем-то часов. Но ездили они вчера на какой-то холм, говорит. И забрали их школьным автобусом. Они поехали туда, они поехали. Говорит, долго ее укачала. Я укачала. Она расстроилась, слава богу, рота не было. Ну и как бы из этой же она расстроилась, они захотели рассказать. Вот ее под укачала. Ну, вроде как бы нормальные. Там погуляли, все хорошо, все в порядке. У них там был ланч, перекус. Мы с ученым там кушали, гуляли. И она замерзла. Я говорю, а чего ты замерзла? Она была в теплой кофте и в ветровке. Вчера была теплее. Она говорит, я надела только ветровку. Я говорю, почему? Ну, я не думала, что там будет так холодно. Ну, хорошо, она не оделась. Не оделась и замерзла. Ну, сегодня уже, я говорю, давай, обычную кофту надевай и курточку. Говорит, ты ж смотри, куда-то если поедете, одевайся хорошо. Да, хорошо, мам, я оденусь. Ну, говорю, да, ладно, давай. В общем, что-то так позагладывала. Может, конечно, еще детки придут, я не знаю. Но я позаглядывала, что там не очень много в кабинете. Этот дождь. Уже в следующее воскресенье ночью один градус будет. Один десять, один двенадцать днем. Уже, как бы, все. Ну, если будет солнышко, то, в принципе, будет так слегка комфортнее, чем без солнышка. Вот. Пойду свои три слова на английском спикать. Может, она спикает. Может, должна какая-то тетка прийти, другая. Не преподаватель у нас будет оценивать, а будет какая-то другая. Не знаю, кто это. Должна она прийти и вот экзамен по спикингу. Опять этот Indigenous People. Orange. The Orange. Ай, зонтик. Не врывай мне зонтик. Orange. The Orange Show Day. День оранжевой футболки. Может, что я там на спикает. Не ходили мы вчера в Walmart. Я пока все закончила. Было полвосьмого. Я уже ничего не захотела. Пока кушать приготовила, посуду перемыла. Я вчера долго ходила, искала сушилку для обуви. Зайду сегодня, посмотрю. Если нет, то да, кумасом я скинула ссылку. Как они там будут. Закажу их на сайте. И пусть еду. Опять вот эта проблема в Минопее. В общем, увидимся, когда увидим. Кукусики. Короткая погода. Холодно. Ветер. Ветер. Дождь закончился. Все высохло. Поднялся ветер после английского. Прям холодно. Мне хочется, чтобы... Малые без шапок лазят. Мне все и купить. Не хочу. В общем, план такой. Ехала с английского. Зашла, купила там продукты химии. Слушай, мне надо было купить. Иду в Walmart. Посмотрю, что шелку для обуви. И хочу зайти в Канаде Антайр. Кто-то в чате мне подсказал средства от плесени. Вот хочу взять и хочу поковырять ее. Сейчас вам расскажу про английский. Дорогу перейду расскажу. Очень сегодня был интересный рок. Тест по английскому расскажу сейчас. Тест. Значит, как... Нас разделили на три группы. Как это все происходило. Разделили нас на три группы. Сдающая группа выходит из класса в такой общий холл, где все ждут начала занятий. У нас там был стул, три стула. Четыре стула учителя там сидят напротив нас. И мы сидели за компьютером. Она включила запись разговора и вела какие-то заметки. Как бы ни было темы. Есть одна большая тема. Это indigenous people. Вот этот вот The Orange Show Day. В общем, все вот это вот. Но не было каких-то подвопросов. Если на практике мы там обсуждали, кто открыл эти школы, кто финансировал, какой опыт выживших людей был. Ну, в общем, какие-то подвопросы. То здесь не было ничего. Мы просто так что ждали. Не помню, пятаться или двадцать минут. Я же говорю, у нас было три человека. Потому что многих ребят не было сегодня. У нас было три человека. Ну, вот как бы дискуссия у нас была на эту тему. Каждый высказывался по этому поводу. То, что думает. Ну, и так далее. И была запись. Результаты будут позже. Сейчас перейду дорогу. И снова расскажу дальше. И вот так вот каждая группа нам дали текст. Ознакомиться, почитать и потом поотвечать на вопросы. Но это уже был не экзамен, а для ожидающих следующих групп, других групп. Тех, кто сдаёт. И тех, кто просто сидит в классе. Вот дали вот эти вот текст почитать. Текст. Thanksgiving days. То есть день благодарения. Я там в фильмах слышала про этот день благодарения. День благодарения там запекают индюшку. Ну, как бы это мой максимум. Все мои знания по поводу этого праздника. Что написано в этом тексте? Откуда пошёл этот праздник в Канаде? Значит, в Северной Америке, когда пилигли мы сюда приехали, они оказались не готовы. В здешней зиме. Ну, они там приехали, лишь не зимой, как-то там они жили, что-то там они делали. В общем, наступает зима, они оказались не готовы. Очень многие умерли от голода, болезней. И от стресса. И в следующую зиму, это было в 1620 году, ну, вру, в 1620, наверное, да, таки не вру, местные жители научили их выращивать кукурузу, тыкву, охотиться, рыбалкой заниматься. В общем, обучили их всему. И начиная с 21 года, когда пилигримы получили хороший урожай, всего достаточный, они взяли себе запасу на зиму, они решили отблагодарить местных жителей и устроили трехдневный пир, праздник. И за счет того, что он панкин, панк, панк, панкмен, короче, тыква. За то, что тыкв было много, ну, как бы, и сейчас, наверное, нет, это не сейчас, это как дань старине. Они устроили пир в честь благодарности за то, что их спасли, грубо говоря, от голодной смерти. Так как много было тыкв, очень большой урожай тыкв, там жарили, парили, шкварили эту тыкву, из этого делается на день благодарения, кроме индюшки, запекается птица, делается тыквенный пирог. И вот это идет из тех времен, потому что тогда было тыквы очень много. И это как символ, кроме индейки, это символ этого дня. А по поводу Канады, значит, первый этот праздник, ну, вообще во многих как бы культурах отмечается день благодарения, но он называется в каждой культуре по-разному. Вот как заканчивается там осень, да, собран урожай, его достаточно, люди радуются, что они как бы у них будет, что кушать зимой, отмечаться как бы праздником. В Канаде это началось с Ньюфаунгленди в 1978 году и потом распространилось по всей Канаде. И вот сейчас, в понедельник следующий, сегодня четверг, пятница, ой, ой, мамочки, солнышко трушки вышло. Какие тучки, да, облачка красивая. Немножко вышло солнышко. В понедельник у нас long weekend. Это значит, что пятница, не пятница, вру, суббота, воскресенье, понедельник, выходные. Школа у Полинки не работает, потому что день благодарения английского у меня в понедельник нет. Это что день благодарения, это праздник. и все будут отмечать день благодарения. Вот нам дали почитать этот текст, чтобы мы понимали вообще, что происходит, почему этот праздник есть в Канаде, вообще что отмечат. Потому что она говорит, детки приходят там во вторник в школу, и такие, а, что ты делал в понедельник? Я ничего. Она говорит, поэтому как бы почитайте, подготовьтесь, может быть куда-нибудь поедите с семьей, ну хотя бы, чтобы вы понимали вообще этот праздник, расскажите деткам, как-то попытайтесь отметить, чтобы было, ой, какое солнышко, чтобы было представление о культуре. Вот так вот, indigenous people научили, да? Здесь, в Канаде, день благодарения отмечается во второй понедельник, октября. В Америке этот праздник отмечается в четвертый четверг, ноября. То есть у них этот праздник будет отмечать в следующем месяце. В Канаде в октябре. О, какое прекрасное солнышко, хотя он такие, конечно, тучи, видите? Низкие такие. Ну, солнышко. Сегодня вроде как последний день дождливый. Дальше же солнышко быть, ой, даже не должно быть. Вроде как на выходные должно быть солнышко, но опять-таки уже как бы температура опускается. Ну, я в кусте, в кустке напялила, что мне же жарко. Ну, в общем, пойду в Walmart, посмотрю то, что мне надо, потом в Канаде Антайи и потом за Полинкой. Это школа. Видите, сколько флагов? Много-много флагов. Увидимся, когда увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Забыла вам рассказать. На уроке английского день благодарения преподаватели принесла тыквенный пирог и сливки, которые в баночке нажимаешь, они как воздушные. И угостила нас всех тыквенным пирогом. Попробовала, что это такое. Ну, кто-то кушал, кто-то нет, кто уже знает, что это такое и не любит, и не ел. А я попробовала. Вкусненько. Слышно, что-то тыкавка, она такая чистая, и вот наполнение тыквенное, и сливки. Вкусно. Может, возьмем домашек, Полечка попробовала. В общем, мелочь, а приятно. Знаете, такое очень приятно, и пожелали нам длинных выходных хороших и хорошо провести хэппи сэнсгивен дэй. Хорошего дня благодарения и всего самого лучше. Пришла я в Walmart, вложу там, где обувь, но что-то сушилки для обуви я не вижу. Сейчас поду, кому-нибудь пристану, спрошу, может, да просто не вижу. пусть подскажут. Может, мне подскажут, что я буду заказывать онлайн. Увидимся. Нашла я сушилку. мне та пошла. Чтобы вы понимали, вот сушилка. Вот так она выглядит. История на 90 долларов до налога. Будщу англоудрай. Я думаю, это такое же, да? Дорого. Короче, скумассе я закажу, что она мне заказала. Такие, которые вставляются в обувь, три штуки. Мне повинка серого по 12 баксов. это сильно дорого. Сильно дорогое удовольствие. Подогляну здесь химию от пресси, может, здесь есть, не просто идти в Канаде Антайр. Нет? Такие попроси. Канаде Антайр. Папочки. Джордж. Такие ничего. Высокая размерка красота. Сколько, сколько? Минут два. Все дорогое. Интересно. В общем, начинаю доставать одежду, обувь. А мне, знаете, какие понравились сапожки? Вот такие. Ой, мой зайчик. Вот такие. Прикольные. Они на минут 25. Ну, они от Колькиного размера, это маленькие сапожки. И в Винерсе. Я была в Винерсе на Пембино. Туда ниже. Вот там тоже прикольные. Я видела поленку сапоги. Ботинки. Они тоже члены минус 25, члены минус 30. А вот в нашем Винерсе, который в Гранд Парке дальше, я таких не видела вообще ни одной пары. В общем, они тоже стельки, одни стельки. И нет, нет, сушки. И не сушки. Стельки. Ладно, пойду по струхе, мы увидимся, когда увидимся. Ммм. Что у тебя так там? Компетка, Мишка. Как прошел твой день? Вкусненько прошел мой день. А в школе? Что там в школе? Классненько, приклассненько, прикольненько, бурбойник. Но ты не помнишь, что ты делала в школе? Угу. А что ты делала на парленке? На парленке играла и покупала я конфет. В общем, тебе нравится и продленка и школа, да? Бабушке, что? А в горах храните, я вас люблю, пока-пока. Пока-пока. Ммм. Мммм.